МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень. 41-й год. Перед красноармейцами стоит задача не дать врагу зайти в тыл 5-й армии. Атаки до 10-15 раз в день прекращались только с наступлением темноты. В Насоново доходило даже до рукопашных и штыковых схваток. Наши дни. Местные жители вспоминают, в центре деревни была братская могила и обращаются за помощью к поисковикам. Первым же выездом было установлено наличие останков в этом месте. 20 человек лежало в этой братской могиле. Их хранили местные жители в 41-м году. Хранили дети, женщины, старички, потому что все мужчины ушли на фронт и никого просто в деревне больше не осталось. Пять дней кропотливой работы. Поисковики просеяли каждую горсть земли, чтобы не упустить ни малейшей детали. И все же найденные бойцы остались безымянными. При них не было обнаружено ни подписных вещей, ни каких-либо документов. Но по наличию определенного снаряжения, это обувь, фрагменты одежды, металлические предметы, такие как пуговицы, шинельные крючки, пряжки, характерные для советского солдата. Мы можем точно сказать, что это были советские воины. Из старой силосной ямы в братскую могилу со всеми почестями историческая справедливость восторжествовала от благодарных потомков неизвестным героям. Не знают, к сожалению, родственники своих героев, что мы их нашли. Все, кто сегодня находятся здесь, это мы их родственники. Поэтому мы сегодня их предаем земле. И депутаты, и военные, и лицеисты здесь по зову сердца. На глазах слезы не прячут. А те, кто участвовал в поисковой экспедиции, признаются, покой обрели не только солдаты Великой Отечественной. На душе спокойно стало. Вот смотришь на них и понимаешь, что вот, да, мы нашли. Мы подняли, захоронили нормально. Спокойно за этих солдат. Но есть еще другие. Те, которых пока не нашли. И поисковики не остановятся. Продолжат работу, чтобы, наконец, можно было сказать. Эта война окончена. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.